господи боже наш слава тебе хвала тебе господи честь и поклонение слава и благодарение прости господи что не так было сказано и сделано по воле твоей неизрещенной спаси и сохрани наследие твое аллилуйя господи боже наш слава тебе благодарим тебя христе боже наш яко насытилась и над земных твоих благ не лиши нас и небесного твоего царстве но я как посреди учеников ты пришелась и спаси мир да я им приди к нам и спаси нас аминь слава тебе боже наш слава тебе псалом 41 как лань желает потоком воды так желает душа моя к тебе боже жаждет душа моя к богу крепкому живому когда приду и явлюсь перед лицо божие слезы мои были для меня хлебом день и ночь когда говорили мне всякий день где бог твой вспоминая об этом изливает душу мою потому что я ходил многолюдстве ступал с ними в дом божий согласно радости слабословия празднующего сонма что унываешь ты душа моя и что смущаешься уповай на бога ибо буду сейчас славить его спасителем его и бога моего унывает во мне душа моя посему я вспоминаю о тебе земли орданская сермона с горы царь бездна бездну призывает голосом водопадов твоих все воды твои волны прошли надо мною днем явит господь милость свою и ночью песни ему у меня молитва к богу жизни моей скажу богу заступнику моему для чего ты забыл меня для чего я сетую хожу от оскорбления врага как бы поражая кости мои ругаются надо мною враги мои когда говорят мне всякий день где бог твой что унываешься душа моя и что смущаешься уповай на бога я буду еще славить его спасителя моего и бога аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь помилуй нас господи помилуй нас это место великого блудилища ты позволил нам коснуться искать новые души готовые принять тебя христа истинного бога нашего аллилуйя прости нас господи и помилуй прости и сохрани сколько народа толпится здесь и от крестного знамения падают сраженные господи слава тебе господи боже мой хвала тебе честь и поклонения слава и благодарение тебе единому вечному богу аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскреса измертый господи иисусе христе сыне божий молитва ради причистой твоей матери силы щаснага же творящего креста святых ангелов наших хранителей всех ради святых помилуй и спаси нас ибо ты благо и человека любез аминь господи боже наш слава тебе евангелие от луки глава 1 как уже многие начали составлять повествования совершенно известных между нами событиями как передали то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова то рассудилась и мне по тщательным исследований всего сначала по порядку опистать тебе достопочтенный феофил чтобы ты узнал твердое основание того учения которым был наставлен в одни ирода царя иудейского был священник и завиевич ряды именем захария и жена его из рода ааронова имя ей елисавета оба они были праведны перед богом поступая по всем заповедям и уставам господним беспорочно у них не было детей ибо елисавета была они плодна и оба были уже в летах преклонных однажды когда он в порядке своей череды служил пред богом по жребию как обыкновенно было у священников досталось ему войти в храм господин для кождения а все множество народа молилась вне во время кождения тогда явился им ангел господин стоя по правую сторону жертвенника кодильного захария увидев его смутился и страх напал на него ангел же сказал ему не бойся захария ибо услышана молитва твоя и жена твоя или совета родить тебе сына и наречешь ему имя иоанн и будет тебя радость и веселье и многие о рождении его возрадуются ибо он будет велик перед господом не будет пить вина и секера и духа святого исполнится еще от чрева матери своей и многие из сынов израилевых обратит господу богу их и предыдет пред ним в духе и силе или и чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников дабы представить господу народ приготовленные и сказал захарий ангелу почему я узнаю это ибо я старый жена моя в летах преклонных ангел сказал ему в ответ я гавриил предстоящий пред богом и пост он говорит с тобой и благовестить тебе сие и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможность говорить до того дня как это сбудется за то что ты не поверил словам моим которые сбудутся в свое время между тем народ ожидал захарию и дивился что он медлит храме он же выйдя не мог говорить к ним и они поняли что он видел видение в храме и он объяснялся с ними знаками и оставался нем а когда кончились дни службы его возвратился в дом свой после сих дней зачала или совета жена его и таилась пять месяцев и говорила так сотворил мне господь в одни сии в которой призрел на меня чтобы снять с меня поношение между людьми в шестой же месяц послан был ангел гавриила от бога в город галилейский называемый назарет к деве обрученной мужу именем иосифу из дома давидова имя же деве мария ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная господь с тобою благословена ты между женами она же увидев его смутилась от слов его и размышляла чтобы это было за приветствие и сказала ангел не бойся мария ибо ты обрела благодать у бога и вот зачнешь в очреве родишь сына и наречешь имя имя иисус он будет велик и наречется сыном всевышнего и даст ему господь бог престол давида отца его и будет царствовать над домом якова вовеки и царство его не будет конца мария же сказала ангелу как будет это когда я мужа не знаю ангел сказал ей в ответ дух святой найдет на тебя и сила всевышнего синить тебя посему и рождаемость святое наречется сыном божьим вот или совета родственница твоя называемой неплодную и она защила сына в старости своей и ей уже шестой месяц его у бога не останется бессильным никакое слово тогда мария сказала сероба господня да будите мне по слову твоему и отошел от нее ангел встав же мария в одессе и с поспешностью пошла в нагорную страну в город иудин и вошла в дом захарии и приветствовал или совету когда или совета услышала приветствия марии взыграл младенец в очреве ее или совета исполнила святого духа и воскликнул громким голосом и сказала благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего и откуда это мне что пришла матерь господа моего ко мне ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая потому что совершится сказано ей от господа и сказала мария величит душа моя господа и возрадовался дух моя боги спасители моем что призрел он на смирение рабы своей ибо отныне будут ублажать меня все роды что сотворил мне величие сильный и святое имя его и милость его в роды родов к боящимся его явил мышцу силу мышцы своей рассеял надменных помышлениями сердца их не изложил сильных с престолов и вознес смиренных алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем воспринял израиля отрока своего воспоминув милость как говорил от сам нашим ковраму и семени его до века прибыла же мария с ней около трех месяцев и возвратилась дом свой или совете же настало время родить и она родила сына и услышали соседи и родственники ее что возвеличил господь милость свою над нею и радовались с нею в шестой день пришли обрезать младенца восьмой день и хотели назвать его по имени отца его захария но на эту мать его сказала нет а назвать его иоанном и сказали ей никого нет в расцвете твоем кто назывался бы с ним именем и спрашивали знаками у отца его как бы он хотел назвать его он потребовал дощечку и написал иоанн имя ему и все удивились и точно то разрешили с уста его язык его и он стал говорить благословляя бога и был страх на всех живущих вокруг них и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской все слышавшие положили это на сердце свое и говорили что будет младение сей и рука господня была с ним и захарий отец его исполнился самого святого духа и пророчеством говоря благословен господь бог израилев что посетил народ свой сотворил избавление ему и возник рок спасения нам и дому давида отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас и от руки всех ненавидящих нас сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой клятву который клялся на врааму отцу нашему дать нам не не боязненно по избавлению от руки и врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей и ты младенец наречешься пророком всевышнего ибо предыдешь перед лицом господа приготовить путь ему дать уразуметь народу его спасение и прощение грехов их по благоутробному милосердию бога нашего которая посетил нас восток свыше просветить сидящих во тьме и тени смертной направить ноги наши на путь мира младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынных в пустынях до дня явления своего израилю аллилуйя мир вам вам мир тоже здравствуйте здравствуйте может какие вопросы у вас есть возникли некоторые вопросы конечно как вы приняли веру ну веру у меня родители верующие они из старообрядцев поэтому евангелия не было библии не было а что бог есть я знал как мыслить сначала ну сколько два года с два с половиной я уже знал бог есть и что я умру и после смерти другая жизнь будет грешники будут в аду мучиться а святые в небе я знал я уже грешник я буду в аду потому что мне о христе никто не говорил при том меня совесть не обманывала ну я мать сказала вот пионеры нельзя вступать а у нас пять было мальчишек и пять девчонок в семье отец инвалид войны без руки и вот как жить надо мать сказала нельзя ругаться материться называется и мне вот 80 лет я еще не одному терка не сказал бог хранит меня нельзя женщинами дело иметь когда нужно будет родители благословят повенчают церкви то не знали по-своему делали но нельзя еще там и воровать отец сильно строгий был насчет этого мы так и жили на христе ничего не знали ничего я служил в армии но я знал от комсомол нельзя это танцевать нельзя вот этот знались такое а вот теперь когда я служил в армии а я а у меня поезд был я бога искал я посмотрел фильм отверженная лиза мезорабли викторий гуго тот первый вариант не который сейчас идет и там в одном месте на весь экрана играет жан габен артиста какой жана вальжана и на весь экран он умирает когда и распятие ему говорят отец как много ты страдал он поднимает глаза и говорит нет вот он великий страдалец и распятие христа и вот это меня как прошило я пошел книгу достал считая раз в фильмы еще посмотрел играть не было ли другой цели спасти не жизнь но душу я везде брошюрки атеистически покупал и дальше вырезал из них где божественно это что цифры это глава стих не знал я их склеивал и по ним что-то пытался узнать и думаю кто-то нападает эти слова не может победить я очень много учился учился все время а теперь когда уже мне 23 года было после армии я служил на тихом океане а теперь вернулся когда на балтику оказался и поступил работать там и в это время уже в мореходном училище учился и вот на чем господь ловит я любил бабушек которые немощные больные отец инвалид денег нету мне дали три рубля езжай поступай в учебное заведение 2 30 за билет а 70 копеек вот на них живи я пошел у кого там что-то надо сделать наколоть дрова там ну то есть пошел где-то узнал где рыбащат рыбу поймать продать жить надо было и вот я бабушек этих любил и когда сошел на берег а пошел в кино бабушка идет две сумки несет кажется еще особо но нет для меня это особо я вижу я тяжело я поскочил а я матрос села я бабушка разрешили помочь я сумки в руки взял а потом идем дорогу я спрашиваю а вас деньги собираются молятся здесь люди она готова дом большой стоит тут какие-то люди собираются а я не знал что это дом баптистов я зашел а то латвия город венспелс а я уже по-латышски через три с половиной месяца я уже с ними это разбирался и который принял меня туда и говорит а вы понимаете что говорят я говорю нет как не понимаете а по-латышски разговаривать я эти слова знаю это нет он готова двери там русское собрание идет я вышел туда а там у них на простыне вышита на горная проповедь христа блаженны нищие духом я не знаю ни слова не блаженны и что такое нищие духом это новое все и вот на другой день я пришел меня пригласил михаил александрович еремеев шофер он был когда-то был пьяница и потом тоже обратился и он домой пригласил меня к себе я не мне дали новый завет как помню сейчас дерматиновом черном переплете а сами обедать я не стал обедать и пока не пообедали пришли я уже все готовы был меня не уговаривать не надо ничего у меня внутри все горит огнем наконец-то все это нашел так минут подождите звонят кому не надо не вовремя то где-то я я они мне открыли они из пятидесятников на иных языках говорят гласолалия называется а я в это время занимался языками я уже занимался на семи языках одновременно английский я немецкий уже вышел собраниях мог поговорить о них проповеди английский там французский испанский греческий мне просто в школе не было никакого иностранного языка вообще не было учителей нету деревне а тут я же не знал что можно это изучать его они мне показывают 2 глава деяния апостолов когда апостолы заговорили как они не учились нет бог дал сразу но сразу никак но месяца три для разгона надо тем более нет так ну ты не веришь в это мы это вырвем давай вырвем а другой другое не верит молиться хотите я груда но никак они руки сложили как сектанты молятся то но я с поклонами как православный старообрядистый как и они слышат ветер-то от меня идет они как подумали день пятидесятницы движение воздуха и они мне тогда говорят вы своими-то словами можете молиться я считаю богородица дева радуйся достойно я так приучен о чем молиться то у меня все есть ну простите чего у вас нету но у меня все есть у меня сила есть деньги есть здоровье отличное выход такой представьте я добился сейчас добиваюсь разрешения три курса мореходки сдать за год по одному из трех языков по выбору комиссии ясно дело что я сидеть не буду здесь на кочке я понял у меня нет веры и я тогда на молитве сказал господи дай мне верь вот то что написано и вот когда бывает турист несет большой сзади рюкзак и когда снимешь тебя все еще наклоняет вперед вот у меня такое было впечатление будто бы у меня кто-то отрубил лямки я дрогнул так вот как будто бы и как по углам я не слышал мне показалось так как будто как будто как будто верю 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 вот так вот и когда встали с молитвы я на себя смотрю который склонился и который здесь абсолютно разные люди и только на корабль наш лоцманский катерок подошел я через фальшборд перешагнул и первому матросу говорю живем неправильно жить надо для бога для христа а мне такие отличные характеристики член судового комитета в училище а тут сразу по религиозному болоту там и антверитетом не но то есть сразу но видно что я им не вожито с ума сошел вся флотилия узнала но пришлось уйти уйти и дальше началась уже другая история я прошел пять тюрем лагерь меня сильно власти не берегли за что за что я насчитал почти 50 книг аудио распространилась среди книг религиозных насчитал архипелаг гулаг первой стране это моя вот как то написали в новом мире что 30 лет как первая глава и тут же опровержение говорит алтайский проповедник лапкин игнатий тихонович ровно за 10 лет распространил архипелаг гулаг по всей стране я насчитал а потом у меня тон студия 15 магнитофонов я на 10 только переписывал и никакие то маяк 205 на скорость четыре раза больше и две дорожки в одном направлении 8 раз быстрее чем голосом считать ну и у меня все на только успел заряжать оно шло власти все это узнали узнали тем более я брал интервью репрессированных еще и писал стихи и ленина помянулся на памятник ленина стоит свой рот а щерев по мету птиц подставил голый череп вот это и нас сонмище и ут но они меня уже это не простили ну и начали меня по этой лестнице гонять по социальной но когда уже пришло помилование это 87 год было 15 марта указ президиум верховного совета всех политзаключенных освободить 210 человек нас было а реабилитация пришла только в 92 я судился с ними с властями 11 лет по государственным нормам они мне изъяли 11 миллиардов стоит по тем недоминированным то денег нету суд я выиграл 11 лет шел суд и тогда я предложил рассчитать недвижимость его два домика где я нахожусь сейчас ведь это частный домик а в другом там молиться я просил что такие ну квадратом 100 хотя было мне 226 квадратов дали на два дома это бог делает так я ничего не искал ничего не было и бог внук раздал вот говорится зачем вы здесь в чат рулетки я узнал через брата он умер два ролика сделал как тут беседует я вот уже полтора месяца здесь я вижу что это место блудилища разврата это темно темное ущелье и кому-то сказать я читаю евангелие псалтырь мы не мешаем там разговаривать я скажу у нас большие ресурсы пока не расстались я вам скажу во свете библии называется youtube во свете библии игнатий лапкин это запишите себя у нас 14700 ролик 300 роликов 14 тысяч просмотр во свете библии во свете библии игнатий лапкин это я и там у нас просмотров 31 миллион да если вы напишите во свете библии и спасайте сайт зайдете на сайт если по свете по свете библии форм дойдете на форум а на сайте там мои книги у меня 41 книга там а то там а написаны мною вы там найдете четыре книги моих стихов по 800 страниц 3460 стихотворения по 9 куплетов каждый 86 стихотворения положено на музыку вы там все найдете там там фильм она снятая на сайте фильмы непростые один предчувствие занял первое место на международном киноконкурсе а златоус из потеряевки первое место в россии вам настолько это будет интересно увидеть а если пожелаете встретиться еще зайдите по скайпу skype игнатий лапкин я один с этой фамилии с этим именем и тогда вы будете из четырех ночи до 4 4 до 4 ночи вас по москве 4 до 4 если у вас по москве четыре часа то у нас уже восемь утра в барнауле разница в четыре часа ну вообще как бы почему я даже остался а то господь так сделал бы остались то вы могли уйти я бы не досчитал главу я просто решил послушать подумать но играть как бы просто так читайте знаете вот церкви тоже просто читаю череда я их не считаю за мудрецов каких-то людей которые могут что-то в этой жизни вот вас я увидел кого-то ну реально настоящего человека который мог просто своей жизни все все сделать спокойно конечно не все но я сорок пять лет я был только начальником детского лагеря который сам организовал 45 лет тысячи детей государства ни рубля не дали только гнобили и гнобили мы с нуля строим православную деревню если вот жена женаты с детьми то можно разговаривать вот именно людей которые выставляют на правильный путь понимаешь это специально все делается правительству это не выгодно вот и все да я просто вот недавно пережил необычный опыт так сказать на себе и понял что нужно духовно себя так сказать поднимать вот я понял то что у нас есть душа и это душа это есть наш ну это есть бог по сути то есть в каждом из нас есть бог и я подумал может быть мне пойти ну монахи какие какие-нибудь просто в этом себя не попробовать а именно отдаться это душа не душа не бог бог это личность которую молимся очень наш сущий на небесах я я понял я понял то что бог это единая 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 вещь да 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 но как я считаю что в каждом из нас есть бог тоже возможно и если так подумать если так порассуждать если в нашем мире все бесконечно то мы в каком-то существе я находимся ну если так подумать то вот это существо есть бог который где-то живет но он нас не знает 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 138 псалом написано зародыш мой видели очень твои в твоей книге записаны все дни для меня назначены когда ни одного из них не было то есть ты миллионы лет назад господь знал что мы с вами встретимся что будет такой разговор приятно возможно это все сделано наперед ну возможно это бог бог я считаю псалтырь я вам говорю точно уже эта книга которая является настольной книгой для двух миллиардов людей христиан там все сказано ну было приятно что мне спаси христос значит так если задумаете встретиться еще скайпе скайпе игнатий лапкин не забудьте только хорошо запишите хорошо вот а теперь во свете библии это к разным ресурсом к сайту если зайдете там я отвечаю на 4 тысячи 124 вопросов по 55 папок там все допустим работа семья католицизм мусульманство это не просто мусульманство я работаю над кораном каждую каждую суру аяту каждую букву рассматриваю сравнение с библией и что о них было сказано за 1300 лет отдельно три тома написано талмуд евреев и что было сказано великими людьми о них и они сами за 3600 лет то есть самые капитальные труды их таких нигде больше нету а буддизме еще сказать не могу потому что это все от сатаны в чистом виде от сатаны поэтому разговора никакого нет от сатаны одним словом почему от сатаны ну потому что от сатаны как сказать почему от бога почему от сатана уже от сатаны бесы веруют и трепещут как бы там ничего нет божественного у них буддата это же не бог это человек достигающий нирваны в том состоянии находится из рода шакьяров это не они вот китай у них никакого бога нет у этих есть допустим аллах называют мусульман там два миллиарда верят вот так я даже меня много знаю о этих а буддистов и с той стороны у меня жена и я там был и вижу что и язычники даже и те как будто бы больше знают вот так там ничего нету божественного того что есть от евреев ветхий завет у них у нас одинаковые до одной строчки у нас вообще в буддизме там нету единого бога нету 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 тысячи богов тысячи каждый что и они там верят реакорнацию душа из одного там если плохой был то в зверя поместиться это нету однажды живем однажды умираем и однажды воскресаем так ну если у вас вопросов нет прощаться будем спаси христос не забудьте во свете библии игнатий лапкин вы найдете там много роликов которые против меня а это ничего не значит потому что россия стою на этом пути у меня врагов много за пол за девять месяцев мне пришлось забанить в черный список занести семь с половиной тысяч человек тысяч это пол дивизии и притом они из меня и моих ролики вырывает а у меня роликов 14 мы мешаем кому-то народа вот у меня на ю тубе в канале канал открытым оком 14300 роликов маленько так вот прикиньте что это и мы не монтируем еще прямо как вот есть вот сейчас снимаем так и будет стоять вы не через десять зайдете себя можете увидеть все пока с богом храни вас господь как вас звать-то даниил да помилует господь и спасет вас призванный богом аллилуйя